ДИСКЛЕЙМЕР 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Город Райв довольно изумительный трек Честно говоря, это нечто потрясающее Потому что в Ирландии нет таких денег, чтобы построить похожую гоночную трассу Так что, честно говоря, это просто безумие Субтитры сделал DimaTorzok У меня была проблема в четверг еще по рулю У меня закусывал руль То есть, когда ты нагружаешь заднюю ось Задняя, получается, ось прилипает к дороге И морда начинает уезжать То есть, тебе нужно во время открытия на постановке Сделать такую небольшую коррекцию рулем Чтобы сохранить угол у машины Но у меня возникла проблема, что руль начал закусывать Ну, я понял, что в пятницу предстоит побороть эту проблему Вот, помимо еще других проблем То есть, с этим разгоном Немного повредили коробку Коробка зашумела Вот я попросил парней снять коробку, посмотреть вообще, что там Вот мы сняли и увидели, что на одном зубе трещина Ну, соответственно, зуб немного сместился И появился вой в коробке В общем, мы провозились в пятницу до ночи Наверное, до трех, до четырех утра Вот Но в итоге сумели найти причину Было много ремонта Начиная с четверга мы приехали И я не смог выехать на тренировку Потому что был лишний звук Мы с ним, пацаны, ребята, снимали коробку Шесть раз, по-моему, за четверг При всем при этом Выезжая сюда, они не спали сутки И приехав сюда, еще здесь ремонт выдался В первый же день Немалый, да, и трудоемкий Есть один косяк по капоту Он не раздувает, я когда знал За 170 выхожу, тот капоту так делал А этот стоит как копанный, блядь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда движок умер на тренировках То я подумал, что все, этап покончен Потому что в Европе, если такое происходит То, скорее всего, ты пропустишь следующий этап Не говоря уже о следующем дне Я был поражен, когда мы вернулись в бокс И команда начала чинить и ремонтировать его Для меня это было умопомрачительно и грандиозно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Просто хочу сказать нашим механикам спасибо За то, что они работали всю ночь Убедились, что она в порядке Ну что, братцы, а кто на связи? База на связь У нас же готовится? Да, падает машина Меня слышно? Да, я тебя слышу Я тебя тоже слышу Максим, меня слышно? Прием Если брат не будет, так слышно всегда Субтитры сделал DimaTorzok Поехал на квалификацию И у меня на прогреве, на площадке На первой передаче машину опять выключил А я вернулся в бокс быстренько Пока там шло несколько машин Пау не успели буквально за минуты Поменять дроссель Домир, прием Как там поедешь Дай знак Потяни время Может быть Фолькстарт тайна Домир, ты на связи, Домир? Я слышал Максим, принеси Домиру, пожалуйста Чтобы он Сбил конус Да, да, я все слышу Надо Фолькстарт Домир, нормально, я сейчас потяну Пока по пивку ездишь Я уже подъеду Ставят дроссель, все нормально Спасибо, выехал Я выехал, проехал первую попытку Думаю, до финиша доехал Втуда, думаю, слава бог Не думал уже там о результате Лишь бы было Какой-то балл минимальный получить Чтобы прорваться Ну все, выдыхай, все ништяк Тачка работает Пройти квалификацию было Достаточно сложно Была замена двигателя накануне И мы просто запустили мотор Для квалификации У меня был всего один Тренировочный проезд Но этого было недостаточно, конечно Так что квалификация была немного трудной Первая попытка была, по сути, котом в мешке Насколько я помню, я проехал на 93 балла А во второй попытке вроде было 88 баллов В общем, я очень доволен трассой Она максимально быстрая Были заезды, где скорость на постановке Была больше 190 км в час Честно говоря, для меня это было безумие Ставиться на такой скорости Ну да, это было достаточно весело Мне понравилось Это определенный вызов для меня Я, в общем-то, тоже Два заезда выдал на 78 баллов Квалификации Дэн, Дэн, слышишь? Да, да, слышу Я на старте Понял ВОЗИч? ВОЗИч! 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 ЛИРИРИРИЯ э 78 баллов, скорость 178 Хотел, конечно, сильно больше, но где-то приходилось экспериментировать Хотел второй заезд проехать весь газу В целом не скажу, что я доволен Хотя там вот Глосев, команда хвалит, говорит, молодец, там есть рост Субтитры делал DimaTorzok 96 баллов на мир, 96 баллов 2 попытка у меня выключился автомобиль И вернувшись в бокс, мы обнаружили, что у нас треснул блок И идет вода в четвертый цилиндр И по первому цилиндру трещина наружная Я поехал на парад, с ребятами переговорив Попросив Алексею с Пашем что-то придумать для того, чтобы выехать Субтитры делал DimaTorzok Можно сказать, что я готов был и в парных заездах показывать лидерам крутой результат Но так как мы увлеклись в пятничной тренировке Вот этими скоростями Мы немного... Ну и плюс у меня проблема была с рулем Вот я пропустил все парные тренировки Вот, то есть я парно только за джеком проехал Ну и то неудачно Вот, понял, что не могу ехать парно Ну и получается, что я выехал в топ-32 без тренировок и без понимания Вообще, как с таким темпом работать Особенно с теми парнями, а их было большинство У кого скорость была на 30 км в час ниже на постановке И по ходу всей трассы местами на 10-15 км в час, 20 даже Вот И это все нужно было отрабатывать Слышишь меня? Что там в трансляции показывают? Да, номер Слышишь меня? А что он там вторым ехал? Как проехал? Понятно, шесть корпусов в целом А никак, братан, ну а как в шести корпусах? На него внимания, ты же нет, ехал, да ехал Просто типа внутряночки везде и все Ну и вот, в общем, у меня не совсем вышло это отработать В парном заезде в топ-32 с Литвиным Ну и все, я, получается, переложился на первой перекладке Темп, я его выбрал, соответственно, вторым номером Переложился в том же месте и в большеватый угол И так получилось, что я просто не смог вытянуть машину По нужной траектории А заехал всеми четырьмя колесами вовнутрь Ну и, соответственно, мне вторым номером дали ноль Домир, ты на связи? Да, на связи Да, на связи Капи, да, внутри был Конечно, мы сейчас за линию всеми городсами Ну, ебаный народ Ну, ебаный народ Макс! Да, да Ну, решение какое? Решаю, честно Надеемся, что вы им тут идут Проебали? Проебали? Серьезно проебали? Да, Маке Да Он очень сильно отстал Там, я не знаю, корпусов, наверное, там 8 было Ну, то есть у нас реально на постановке разница скорости 30 км в час Вот, я на разгоне от него отъехал В первой дуге еще больше отъехал И там реально расстояние было около 8 корпусов Вот, но этого хватило по По регламенту судейства По правилам судейства То есть ему засчитали заезд вторым номером Вот Ну, а мне, соответственно, вторым номером ноль поставили И таким образом я вот, к сожалению, проиграл топ-32 Очень обидно, потому что Практически середина сезона Вот, я был на третьем месте в турнирной таблице И реально были шансы Биться за первое место по итогам сезона Но сейчас шансов практически не осталось Потому что другие парни, как Гоча, там, Женя Лосев, там, Аркадий Цареграцев Еще топ-10 пилотов, которые тоже хотят заехать на первое место Вот, тоже готовы бороться Вот, и нагнать вот это расстояние будет очень сложно Вот, на оставшихся, получается, четырех этапах Вот, поэтому, не знаю, нужно что-то придумывать Вот, и, ну, придется что-то придумывать Вот, сдаваться мы, конечно же, не собираемся Все для гонок есть Остается только собрать себя в кучу Настроиться и сделать то, ради чего мы сюда едем В этом году показало то, что все гонщики за этот год сильно выросли Если в прошлом году Лосев установил здесь рекорд скорости Поставившись 184 То сегодня в заезде топ-32 я на постановке поставил скорость 186 Вчера на тренировке мне тоже такая скорость удавалась И в среднем я всегда ставился 180 плюс Что, в общем-то, наверное, говорит о том, что есть определенный результат Есть определенная работа с машиной Есть определенный результат ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 но к сожалению счет на табло сегодня я выбыл в топ-32 вместе с дамиром можно искать долго оправданий говорить о том что вот обстоятельства так вы сложились или там не дай бог на суде какую-нибудь руду начать говорить но виноват только я сам все было для того чтобы я победил до первым номером с грехой поехали было все не так просто греха там дал очень странную траекторию мне очень много приходилось работать но на вторым номером когда я выехал приходилось рисковать в общем-то максимально постарался дал мощный разгон но немножко вылетел как бы с дуги и старался сохраниться но не смог не смог как следствие я выбыл из топ-32 это очень грустно вообще в такие моменты как бы хочется расстроиться не хочется больше ничего делать очень тяжелым морально психологически тяжело в такие минуты сдуваться но потом мы поговорили с дамиром как два неудачника пообщались и поняли что наверное самая главная проблема сегодняшние гонки это то что за два тренировочных дня у дамира был один заезд парным у меня в общем то ни одного заезда парным не было один раз на лысой резине попытался за головной проехать еще это было в четверг так сожалению складывался тренировочный процесс что были постоянно какие-то вопросы какие-то нюансы что-то нужно было делать недопарных в общем было это очень плохо и мы сделали выводы с дамиром мы решили что надо брать обязательно какие-то полустоковые альтезы полустоковые машины чтобы тренироваться регулярно парно в общем то наверное самый главный вывод который мы увезем с егор драйв увезем с неудачного для нас третьего этапа и попробуем изменить подготовительный процесс попробуем больше тренироваться больше ездить парно надеюсь у нас получится это реализовать и я уверен что если мы сумеем это сделать то следующие разы мы будем гораздо лучше уступать топ-32 я проехал против ильи его машина не такая быстрая как супра так что с самого начала у меня было небольшое преимущество перед ним и да я выиграл глядя на фото супра это одна из самых больших выступающих японских машин всех времен но в сравнении с машиной ильи она выглядела маленькой так что наш заезд выглядел забавно но да это была действительно приятная борьба я там переговорив просив алексею с пашем что-то придумать для того чтобы выехать и как-то проехать топ-32 они заменили масло протянули головку на всякий случай чтобы как-то нам проехать в общем ну алексей на самом деле был уверен что мы проедем но мне так не казалось поэтому мы сняли все защиты для того чтобы машину не выключила совсем заезде и у нас получилось довольно таки неплохо проехать топ-32 а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ТОП-16 я проехал против Сергея Сака. Для нас это уже второй раз, когда мы можем посоревноваться. В этот раз у него была другая машина. Думаю, в этот раз мы навязали намного больше борьбы. Мне показалось, что ему было намного комфортнее на этом автомобиле, чем на GT86. По итогу победа была за мной, но я допустил ошибку в заезде вторым номером. Поэтому я думал, что будет ОМТ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждый раз, когда мы пересекаемся, он всегда очень добр. Так что да, было приятно сразиться с ним снова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ТОП-8 был против Никиты и ему полностью новой Супры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаю, что мы ему показали, что старая школа круче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, это был неплохой заезд. После заезда он подошел ко мне и сказал, что знал, что я поеду быстро. Поэтому он пытался максимально быстро разогнаться. Его изначальная скорость была около 194 км в час. Но это ему только навредило, поскольку на постановке он вылетел за пределы трассы. У него ничего не оставалось, как стабильно проехать за лидера, что я и сделал. И по итогу старая Супра победила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так вышло, что мы снова сразились с Аркашей, уже второй раз. Напомню, что в Москве он выиграл меня в топ-8 через ОМТ. Но я сделал выводы после того заезда. В частности, понял, что нужно было больше зацепа. Конечно же, я хотел взять реванш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так что я был будто, знаете, собака с костью, идущая в бой. Я очень хотел его обыграть. Он достаточно популярен, поэтому большинство фанатов явно поддерживали его, а не меня. Честно, меня это не особо парило, потому что это не моя территория. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я был очень рад победить и показать, кто тут главный. После этого он написал в моем инстаграме, что это должна была быть Сибирская битва. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 С Евгением мы уже бились в нижнем, но думаю, что тогда я слишком перенервничал, и старался надавил и старался надавить. Это было забавно, потому что он думал так же, как и я. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...